Шанс. Там-де-ты. Слот-Сити. Она наверх уже поступает зачастую не рафинированная, а кастрированная и приглаженная, понимаете? И уже во многих случаях она уже не соответствует, так сказать, изначальному положению учебы. Готовится очень серьезный информационный сбор-брос, целая программа, связанная с наступлением. Она почти завершена, и она будет двухсторонней, она будет и на внешней, и на внутренней. Поэтому я еще раз говорю, мы сейчас должны быть готовы к совершенно новой, абсолютно жесткой, абсолютно масштабной информационной волне со стороны Украины. О чем мы не говорим, а говорить надо. 50% украинской пропаганды, военной пропаганды, исполнителями ее являются не жители бывшей Украины, а наши предатели. Откройте Ютуб. 50% это все эховцы, вот эта вся шваль, которая сейчас и в Киеве, и на Западе находится. Они сами оценивают 50%. Вот этот эксперт, который выступает на китайском канале, он делает, по сути, ту же ошибку, которую делали наши аналитики, те, которые говорили, что Запад не займет консолидированную позицию по Украине. Могут ошибаться. Знаете почему? Не потому, что они ошиблись, а потому, что назначали не одного человека, а когда он попал в это кресло, это превратился как оборотник в другого. У нас у каждого в жизни огромное количество таких примеров. Когда мы знаем людей, которые вдруг еще никем не став, но уже подумав, что они куда-то там взлетели, в одну секунду превращаются, и эти люди очень дискредитируют ту идею, ради которой все это сегодня происходит и все это началось. Это очень важно. Поймите, это крайне важно. Пользуются доверием и президента, пользуются, понимаете, думают, ну а кто? Его же прежде чем президент, его же согласовали, там, ведомства различные, там давали. Они давали на другого человека. Бывает такое. Фронт, искушение, ситуация, да, когда там разные моменты. Это же принцип западной демократии. Они работают очень системно, я об этом говорил не один раз. Они работают грамотно, системно, у них далекий горизонт планирования. И так сказать, и все идет по сценарию. И самое главное, значит, еще с цинизмом они заявляют о своих планах и после этого их реализуют. А у меня вопрос есть к нашему, извините за грубое русское слово, олимпийскому движению. Ну че, как? Едете? Куда? Когда? Ну вот уже на все были согласны. И тут лизнуть, и тут унизиться, и тут поприсмыкаться, и без плага, и подписать бумажечку какую-то, и под Радужным поехать, и уже вообще в тюремной робе чуть ехать не собирались. Ну и че? Далеко уехали. Их даже, как они унижались до состояния уже откровенного присмыкательства, особо никуда не берут. И запомните на всю оставшуюся вам спортивно-бюрократическую жизнь. Чем больше вы присмыкаетесь, чем больше вы унижаетесь, тем в меньшее количество дверей вас будут пускать. И я начал смотреть, что у нас с точки зрения организаций существует в Евразии. Ну я имею ввиду не только вот в постсоветской Евразии, а в более широком контексте. Ну это же ужас. Там же огромное количество организаций пустышек, которые нужно закрывать, потому что любая пустышка это повод для манипуляции. И я скажу, вот сейчас самое время провести ревизию, кто там что занимается, кто за что отвечает. И кстати говоря, кто за это все платит. Потому что если это мы оплачиваем вот этот банкет, вы меня извините, это конечно уже полный фурор. Ну вчера вечернее обращение Зеленского, это действительно было драматическим призывом к Западу. Он впервые откровенно сказал то, о чем мы все говорим и все думаем, что конечно Украина благодарна за громадную помощь, которую оказывает Запад. И прежде всего Соединенные Штаты военные. Без этого невозможно было бы в ее успехе на фронте. Но мы же с вами год наблюдаем один и тот же процесс. Вот переход на каждый новый этап, к новой номенклатуре вооружения сопровождается внутренней борьбой в Вашингтоне. И всегда наши сторонники, те же, назовем их прямо, Остина и Блинкина, они побеждают. И шаг за шагом решаются вопросы о Гаубицах, Хаймерсах, Петриотсах, Эбрамсах. Но каждый раз через сопротивление и с запозданием, с которой и цена этого запоздания Зеленский говорит с упреком явным. Это десятки тысяч жизней украинцев и воинов, и мирных жителей, которых не защитили недостаточную эффективную систему ПВО, потому что не хватило установок тех же Петриотс или Нессенс. И особенно это звучит актуально как раз в преддверии наступления. Немножко я уже как бы вторгнусь в основную тему нашего сегодняшнего эфира. Оно в значительной степени решающее, потому что либо это будет убедительная и сокрушительная победа, которая станет триггером серьезных изменений в бункере политических, и либо оно приведет, либо оно закончится. Ведь самые даже большие оптимисты с российской стороны, они успокаивают российскую публику тем же. Ну, что украинцы продвинутся там, скажем, где-то на десятки километров. Ну, короче, Москва ждет, как манны небесные, такого сценария, что все это наступление закончится неким изменением линии соприкосновения сторон в пользу Украины, но не решающим, а в общем-то перейдет в стадию тогда замораживания конфликта, без всяких политических решений, просто в чисто военной войке, истощив силы взаимных атаках, стороны перейдут к такой позиционной длительной войне на истощение. Вот это единственная сейчас надежда Путина, ни о чем другом он уже не мечтает. Упрек и призыв Зеленского был услышан в Белом доме. Вот только что выпущено следующее заявление. Перевожу. Следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. США постараются обеспечить страну всем необходимым. 21-го, через три дня состоится последнее перед наступлением Рамштайн. Вот подождем эти три дня. Там все будет ясно. Ясно не в списках вооружений. Сейчас уже такое время, что списки заставлять не будут. Ну, по выражению лиц, по заявлениям представителей украинской и западной страны, по ворчей атмосфере этой встречи будет видно. Утечка Пентагона подчеркнула вот то обстоятельство, о котором я постоянно говорю. Готовящая операция – это совместная военная операция Соединенных Штатов и Украины. Она разрабатывалась два месяца. Так называемые штабные игры в Висбадене, штабе американской армии в Европе были, на которых на заключительном этапе участвовали первые лица, председатель комитета, объединенного комитета начальника шагов Мили и генерал Заужин. Продолжение следует...